Десногорск 7 июня я вступила в должность. Практически все остальные работники комитета, а также структурных подразделений остаются прежними, профессиональными, знающими свою работу. Все мероприятия, как культурные, так и спортивные, а также учреждения дополнительного образования – это действия нашего комитета. Какие мероприятия, какие главные, основные прошли у нас в городе и планируется провести? Жители Десногорска недавно могли принять участие и посмотреть на великолепное зрелищное мероприятие, чемпионат по рубке шашкой, в рамках которого прошел фестиваль «Богатица» и с продолжением «День молодежи». Негативных отзывов нет, всем очень понравилось. Жители довольны и при поддержке Смоленской атомной электростанции, при поддержке администрации города, а также частных предпринимателей города. Спасибо им, кстати, большое за их поддержку. Мы планируем это мероприятие сделать ежегодно, потому что такое у нас было впервые и отзывы замечательные. Недавно в социальных сетях появилась информация о том, что у лыжной секции Десногорска отобрали помещение. Объясните, пожалуйста. Лыжная секция располагалась в доме номер 64 микрорайона. Это помещение является двухкомнатной квартирой. Оно использовалось не по назначению. В помещении хранился лыжный инвентарь и помещение использовалось только 2-3 месяца в год. Все остальное время оно бездействовало и было закрыто. На настоящий момент предоставлено удобное помещение в ФОК Десна с отдельным входом. На благо горожан в комитете работает 9 подразделений. Гордость комитета – это историко-краеведческий музей. Историко-краеведческий музей состоит из трех подразделений. Это сам историко-краеведческий музей, музей поискового движения и выставочный зал. И, следуя из названия, уже можно понять, что мы ведем работу по трем направлениям. Это художественные и декоративно-прикладные выставки мастеров города Десногорска, мастеров области. И в этом году совершенно неожиданно таким подарком у нас состоялась выставка «Победный май», приуроченная к 9 мая. В ней приняли участие художники-баталисты, выпускники Суриковского училища. Историко-краеведческий музей проводит работу по направлению краеведения. Также работу по выставкам, которые называются временные экспозиции и временные выставки. Это сделано в связи с тем, чтобы заинтересовать наших посетителей, чтобы они смогли посетить в течение года разноплановое направление выставки. Ну и также музей поискового движения. Но музей поискового движения, конечно, создан благодаря поддержке администрации и Смоленской атомной станции. Мы продолжаем эту работу, которая была поставлена перед нами. И пользуется наибольшей популярностью у населения города Десногорска и у приезжих граждан, которые приезжают к нам сюда, в Десногорск. Если сказать про новые экспонаты, которые пополнились в 2017 году, то, конечно, эту работу нужно отметить поискового отряда «Белис», который сейчас занимается активно поиском самолетов, которые потерпели крушение недалеко от Десногорска. И сейчас у нас есть уже история, легенда погибших летчиков, есть личные вещи в музее. Вы можете прийти, послушать, и вам об этом расскажут. Ну и, конечно, в планах это создание музея под открытым небом. Есть уже готовый разработанный проект. И тоже мы надеемся, что он будет очень хорошей достопримечательностью, очередной достопримечательностью в городе Десногорске, которая заинтересует туристов. 22 июня стартовала всероссийская акция в городе Десногорске «Дом со звездой». Первая звездочка уже зажглась в городе Десногорске. Эта акция продолжится. И такая звездочка появится на Доме фронтовика. И поддерживает эту акцию администрация города Десногорска и Центр молодежи совместно с патриотическими клубами и объединениями города. Ну а в планах мы планируем поддерживать вот эту вот работу. Сейчас период у нас лета. Мы работаем очень активно с летними лагерями. Программы у нас очень совершенно разные. В основном стараемся работать интерактивные программы, делать, чтобы ребятам было не скучно. Мы с ними больше играем. Ну и в процессе игры узнаем нашу историю, нашего края. Как бы преподаем, и можно так вот сказать, что игры, какие раньше играли наши бабушки, дедушки, прабабушки. Ну и истории, конечно, вещей. Ну и в целом мы готовы сотрудничать с населением города Десногорска. Выслушаем любые пожелания, какие у них есть. Допустим, провести какую-то выставку или экспозицию. Мы будем только рады. Большая работа по поддержке талантливой молодежи в плане нравственно-патриотического воспитания ведется молодежным центром. Им оказывается помощь военно-патриотическим клубам и поисковым отрядам города. Волонтерами центра проводятся акции и развлечения для десногорских детей. В молодежном центре функционирует театральный клуб лицедей, в котором участвуют на бесплатной основе школьники нашего города, которые, собственно, ручно под руководством руководителей Шабарова и Натальи Ивановны поставят театральные подстановки. В этом году непосредственно были поставлены театральные подстановки «Репка по-новому» в связи с проведением Года экологии. На летний период дети сейчас отдыхают, но все равно они посещают молодежный центр уже как волонтеры. Ежемесячно, два раза в месяц волонтерами города и молодежным центром при поддержке администрации осуществляются походы выходного дня. В них участвуют от 20 до 50 детей из разных семей. Многодетным семьям оказывается помощь. То есть мы бесплатные дети все ходят из многодетных семей. Также для проведения похода выходного дня мы привлекаем трудных подростков, которые стоят на комиссии по делам несовершеннолетних с целью помощи именно при проведении. Благодаря этому эти трудные ребятки остаются с нами, и в последующем они все же уходят с комиссии. В этом году Центр молодежи принял участие в конкурсе социальных проектов с предложением провести в Десногорске международный фестиваль «Живая вода» и одержал победу. 4 и 5 августа мероприятие состоится на площадке «Скалодром». И в нем планируется выступление групп из Белоруссии и Соединенных Штатов Америки. Но основную работу по организации «Досуга» Десногорцев ведут творческие коллективы городского центра «Досуга». В коллективах нашего центра занимаются жители всех возрастов, то есть от 4 и до самого преклонного возраста. Наши коллективы имеют статус все практически, звания народный и образцовый. Они участвуют не только в городских мероприятиях, но также они являются участниками всероссийских международных конкурсов и являются практически всегда лауреатами. Самый популярный – это коллектив «Каприз» руководитель Светлана Смирнова. Есть у нас коллектив «Бального танца» – это Юрий Фоменков. Есть у нас очень замечательный коллектив «Ренессанс» руководитель Галина Ренёва. То есть это люди, которых всех знают в городе. Все городские праздники проводятся, конечно, непосредственно нашими коллективами, нашими работниками. Мы все знаем, что каждый месяц есть большое мероприятие, и ими занимается коллектив городского центра «Досуга». Вот буквально в этом месяце у нас прошло несколько мероприятий. Это был День России, День памяти и скорби, и также мы были проводящей стороной непосредственно фестиваля казачьего. Сейчас у нас планируется мероприятие 8 июля – День семьи, любви и верности, где традиционно будут награждаться семьи медалями за любовь и верность, а также будут чествоваться семьи, которые прожили в браке более 25 лет. Всю информацию о планируемых мероприятиях вы найдете на сайте администрации и учреждений культуры и спорта, а также в городских СМИ. Продолжение следует...